Посмотрите, какой у нас сегодня туман. Вон там, за тем забором, как вы думаете, что? Ну вот просто подумайте, попробуйте догадаться. Но, конечно, там море, которого совершенно не видно. Я такого тумана здесь не припомню. Но романтически всё выглядит, мистически. А я хочу сказать буквально следующее. И в это трудно поверить, но пришёл уже к нам февраль. Вот так вот быстро время летит. Я предлагаю назначить февраль временем низкого старта. Давайте подготовимся грамотно к новому сезону, к новой весне. Рассчитаемся с долгами, подтянем хвосты, доздадим сессию, доходим в спортзал. Наконец-то избавимся от этих противных пяти лишних килограммов. Для того, чтобы весной уже никаких балластов и трудностей с нами не было. Будем весной только наслаждаться жизнью. Вот для этого нам даётся такой иногда несколько застойный февраль. В феврале уместно хорошо поработать, чтобы заработать, чтобы весной себе потом ни в чём не отказывать. Смело обновлять гардероб и посещать какие-то летние, весенние, простите, открытые веранды, курорты. А я спрашиваю карты, как всегда, для вас, каким будет для вас, для представителей разных знаков зодиака, каким будет этот февраль високосного 2020 года. Февраль – это как раз тот месяц, который, вы понимаете, и задаёт тон, вот эту високосность, вот эту вот противоречивость и придаёт году целиком определённый драматизм. Давайте походим ещё здесь, в этом необычном туманном парке, посмотрим ещё что-нибудь. Субтитры делал DimaTorzok Следующее предсказание карты на февраль 2020 года у меня будет для козерога. Февраль месяц всегда несколько тревожный, потому что именно в феврале какие-то фатальные застои образуются в нашей жизни, а иногда наоборот, перемены подхватывают и их трудно контролировать. Ну, мы посмотрим, попробуем сделать всё, что от нас зависит, и попробуем принять и смириться со всем, что зависит не от нас, со всем, что управляется только высшими силами. Я задаю картам простые и понятные вопросы о том, что интересно всем козерогам и как много действительно подлинного настоящего выбора предложит вам судьба в феврале 2020. А может быть, всё будет в ваших руках, как вы любите, и насколько много перемен месяц принесёт. Наверное, это всегда нам важно и интересно, не важно где, не важно с кем и как, но нам важно просто в целом понимать, сумасшедший месяц задаётся или такой, когда можно более или менее передохнуть, убраться и прийти в себя. Нет, сумасшедший. Я начинаю с работы. Смена работы, как и её потери козерогу, не грозит. Первое, что может быть, может образоваться новая работа. Вторая, правильнее сказать, дополнительная к той, которая у вас есть ещё. Вас могут нагрузить каким-то совместительством на предприятии, где вы находитесь. Или вы сами выберете дополнительный какой-то бизнес. Ну, знаете, дополнительное занятие для себя. Немножко источник денег, немножко возможность потратить свободное время. В целом, профессиональных достижений, наверное, сильно крупных не будет, но будет на всё хватать энергии, здоровья, энтузиазма, в конце концов. Мелкий, но ежедневный выбор вам предстоит в работе. Именно мелкий, но ежедневный. Знаете, когда кажется, что вся работа, любая работа из этого состоит. Когда кажется, что вы чего-то не успеваете или с чем-то не справляетесь, потом всё успеваете и со всем справляетесь. Но уже тогда вызревает для вас какая-то новая задача, очередной повод для беспокойства. То есть, с профессиональной точки зрения, у козырогов может быть беспокойный, но бесконфликтный, недраматический месяц. Заработки. За заработки либо придётся побороться с кем-то, поспорить или поссориться, либо вас осенит посетить счастливую мысль на тему ваших заработков. Додумайтесь. Вот я вижу, что козыроги додумаются, как увеличить доходы. Это будет какая-то блестящая идея, и для этого вам не надо будет бросать основную работу. Вы только присоединитесь к какой-то другой группе, к какому-то другому сообществу. То есть, интеллектом блеснуть мозгами в теме заработков вам предстоит. Если у вас собственный бизнес, то вы тоже как-то его продвинете, и вы будете, может быть, первыми. То есть, какой-то новаторский выход найдёте. Как сделать уже привычное, более прибыльно, более активно. Ну, это прекрасно. У козырогов случится какой-то крупный поступок, связанный с деньгами. Крупный поступок. Вы его совершите посредством собственного выбора. К худую или к добру, это мы пока здесь не знаем. Но карта мага вас скорее призывает так поступить. Решиться на что-то, связанное с большими деньгами. Вложить деньги или, наоборот, забрать откуда-то. Что-то купить, что-то продать. Но таких деятельных карт в колоде Таро много. А вот карта мага советует кого-то не послушать. Поступить наперекор. Поступить, ну, в общем, эгоистично, проигнорировать чужие интересы. И действовать только лишь в своих. Им надо будет поторопиться и действовать очень смело, резко. С близкими, друзьями и с людьми, с которыми вы видитесь каждый день. Вас ждут просто споры и конкуренция. Ну, не знаю, насколько это просто. Потому что даже честная конкуренция, это всё равно делает нервы. Ну, не знаю, вот эта пятёрка, скорее, вас призывает всем доверять. Даже очевидным врагам. Или людям, с которыми у вас конфликт интересов. Они вас всё равно не обманывают. И вы уж тоже их постарайтесь не обманывать. Любовь издалека. Ну, не знаю, почему я так сказала, прямо сразу про любовь. Какой-то очень серьёзный подарок готовит вам звёзды и время именно издалека. И для кого-то, да, это будет романтическое знакомство. Для кого-то это будет дружеское знакомство. Для кого-то это как раз подарок, вот возможность на просторах сети. Найти какую-то работу и отличный заработок. Обратите внимание в феврале на контакты удалённые. На жизнь в группах. Какой-то шанс прославиться вам попадает. Или шанс найти коллектив единомышленников. Но вы можете им воспользоваться или нет. Конфликт дома по месту жительства выпадает козерогом. Конфликт может случиться. Ссора дом, быт, четыре стены, место жительства, ваши близкие родственники. Ситуация накаляется и должна как-то разрешиться. Очередная порция подарков. И снова издалека, посмотрите, два самых лучших, замечательных туза у вас оказываются в девятом, в одиннадцатом доме. То есть это всё, что далеко. Всё, что далеко от дома, от того места, где вы живёте. От всё, что связано с дальними дорогами, вашим призванием, призванием вашей души, хотя скорее. Туз Пентакли. Либо вам обещает какое-то очень серьёзное путешествие всерьёз и надолго за границу. Либо такое же путешествие в познании, в учёбу. То есть вы можете либо куда-то уехать, и там найдёте новый дом. Либо вы можете куда-то пойти учиться, и там найдёте, опять же, новый дом. Ну, храм для мозгов, для души. Любые начинания, связанные с дальними дорогами и с обучением, будут серьёзнее, чем кажется. Они вам укажут путь какой-то к новой жизни. И снова этот туз говорит про плодотворные контакты с людьми, которые далеко, которые не похожи на вас. А вот теперь любовь как таковая. Правильно? Любовь. Если у вас есть сейчас отношения, рядом любимый человек есть, то ой, вам придётся разочароваться. Вот эмоция ведущая, эмоция по любовному дому к озерогу выпадает разочарование. Это видно по иллюстрации. Видите, герой стоит к нам спиной. Никаких ценностей, что осталось, он не видит. Он видит то, что он потерял. Короткая, но глубокая. И острая депрессия в любви вас ждёт, которая сама пройдёт. Делать с этим ничего не нужно. Да, для текущих отношений прогноз не очень хороший. Потому что и досада у вас появляется, досада к партнёру, или досада на себя, потому что вы что-то не так быстро делали или не так правильно, как нужно. Досада и разочарование. Всё, карты мелкие, но противные в моменте, когда вы это будете переживать. Это может быть очень неприятно. Кстати, не жалко, если вы в этой истории уже давно разочарованы и раздосадованы, то не жалко от неё отказаться в пользу нового знакомства. Потому что вот оно как-то выглядит бодрее намного. В партнёрах для женщин-козерогов оказывается король мечей. Это либо воинствующий человек. Кстати, у вас конфликты выпадают дома и конфликты с партнёром. То есть, если вы ещё и со своим любимым человеком сейчас вместе живёте и делите быт, то для вас опасность поссориться и будет в квадрате тогда. Может случиться конфликт, и вам придётся выбрать. Вам придётся, знаете как, не заставляя меня поступать, так как я не хочу поступать. То есть, вы можете очень резко что-то такое предпринять. Но в конце концов, да, сколько же можно разочаровываться, уже хочется и повоевать. Для нового романтического знакомства время достаточно хорошее. Если ваше сердце сейчас уже свободно, и вы никого не оплакиваете, никого не пытаетесь вернуть, то возможности для нового знакомства явно вам выпадают. Но пока это именно знакомство, которое не перерастает в общий дом, которое не перерастает даже, может быть, в партнёрские отношения. Это вот эти тузы, там, где далеко, то есть новые люди. И вообще всё самое лучшее появится, обогрит горизонт вашей жизни, но не приблизится. Это будет далеко. Вот в таком сочетании карты призывают козерогов расширять связи, расширять контакты, находить новых друзей, единомышленников через интернет или каким-то реальным путём. И там, ну, вполне возможно, вот любовь всей жизни вы как раз и встретите. Но опять же, пока только встретите. Вот какого-то быстрого сценария, быстрого развития событий я вам пообещать. Пообещать не могу. И в целом, наверное, вот эта любовная история тревожнее всего звучит для тех, кто в браке. Потому что дома конфликты, с партнёром конфликты, у вас досада и расчарованность. И даже вот какой-то шаг, отчасти глупый, но неизбежный шаг в брак или из брака вы можете сделать. То результат тонкого плана, результат месяца тонкого плана – это то, что вы ощутите в себе подсознательно. Ну, скажите, что февраль был для вас хорош, потому что вы на многое решили. Силу в себе вам предстоит осмелеть и гордиться своей смелостью. И, скорее всего, это будет связано с денежно-домашними, денежно-домашне-партнёрскими отношениями. Хотя, вот опять же, когда подряд аж три туза, вот здесь вот именно ложится, это появление сильной мужской энергии, может быть. Портрета самого нету, но возможность, как вот, знаете, такой шанс. В целом вы независимая тема, гадание в центре расклада. Карта говорит про везение. Поэтому в целом, и другие тоже, козероги, конечно, скажут, что в феврале 2020 им очень-очень крупно повезло. Но почему? Потому что в жизнь вошло пока что только вот со всем краешком, но вошло новое. Вы не скажете повезло про… ну, не закатите, по крайней мере, глаза. Вы не скажете повезло про то, что уже есть, потому что оно выглядит как раз таким тускленьким и отжившим. А дух захватит от вот совершенно новых знакомств, проектов, идей. Спасибо.